Добро пожаловать в мой влог. Всем приятного просмотра. Выехали мы утром из Киева. На следующий день ночи мы были уже времени. Вот так вот выглядит пляж. Он очень сильно большой. Людей, кстати, очень мало. Там, где особенно я купаюсь, поэтому можно плавать. Единственный минус — это ветер и волны. Волны очень большие, особенно в обед. Вечером и с утра хорошо, но утром вода прохладная, а вечером очень сильно тёплая. Вообще прям отлично. Вот так вот мы заходим. Ручки здесь. Ручки пошла искать. Такая-то кафешка. Тут касса, где всех обдирают за стоимость пляжа. Здесь такие лежачки. Можно выбрать себе лежачок с зонтиком и сейфом. Можно просто себе выбрать лежачок. Просто один и без ничего. Чем больше ты дней берёшь, чем меньше цена идёт. Пляж очень сильно большой. Очень сильно длинный. Такой красивый домикок. Отель. Очень большой ветер и очень много волн. Вода уже очень тёплая. Я, кстати, иду. Очень горячая плиточка и очень горячий песок. Вот какое море. Ну, оно не чистое, оно такое грязненькое. И с утра было ещё с какими-то чёрными штучками, наверное, от ракушек. Ну, нормальное, в общем. Не сильно грязное, но не такое прозрачное, как было в Албании. Нормально. Очень сильно солёное. Купаться фактически невозможно, когда такие волны. Но слишком всё попадает в лицо. Такой у меня отель. Наверняка вы будете спрашивать, сколько обошлась поездка. Поездка обошлась 24 тысячи гривен. Это 650 долларов. Ехала я на автобусе. И у меня в отель входит завтрак. В отеле у меня 4 звезды. Только один завтрак. Но завтрак типа фуршета. Очень много всего. Сейчас я вам покажу свой номер. Вот это мой номер. Hello. Закрывается, наверное, просто закрывается. И здесь ванная. Короче, такой туалетик. Кроватка. Балкон нет. Есть окно. Тут ещё такой прикольчик. Можно так сушить вещи. Будет в такой виде завтрак. Хотелось бы видеть на море, но вижу я, как у кого что где сушится. Ещё такой столик. Тут холодильничек. Это мой хак. Тут холодильничек. И тоже мой вид. Всё, в принципе. И ещё тут постоянно. Вижу почти в каждом дворе такие листочки. Мне кажется, это чай. Я не уверена. Вот такие вот. Ещё я увидела кустики алоэ. Офигеть. Он такой большой. Посмотрите, в сравнении с моей рукой. Офигеть. Почти как я в рост. Такое большое количество цветочков. Только посмотрите. Вау. И красный, и белый, и розовый. Вот такая пальма растёт. Я так понимаю, я тут в жилом районе. Это не отель, а тут живут люди. Местные жители, точнее. Вот так. Прикола позитового блютут-фри-бургер. Гамбургер, доллар стоит. Чизбургер, доллар восемьдесят. Это доллар. Добавляю. Бринк 2,60. Прикольно. Ещё какие-то есть. Макранчо, брать без нутелла. С дринг, фрукты. Прикольно, короче. Тут всё очень дорогое. За вот этот срок я говорила. Он так и остался под елочку. Панкейки, макшейки. Всё, в принципе, так и всё. Какие-то щёкти мыли можно взять. Короче, тут стоят какие-то планшеты, и можно поиграть в игры. Что? В смысле? Офигеть. Всем хеллоу из солнечного места Римени. И сегодня я вам скажу, как же я всё-таки хожу на пляж. Я купила перед поездкой омниподы. Он выглядит вот так. Поставила на руку. Кстати, совсем немножко начал отклеиваться, и я его приклеила клеем Модлайт. Я первый раз, когда ставила под. Я, конечно, очень сильно переживала, потому что вдруг он отклеится, либо потеряется у моря, это будет, наверное, как-то страшно. Но, оказывается, 3,5 дня он вполне-таки может выстоять без дополнительной подклейки. Также я из XCOM 6. Я телефон оставляла в номере, поэтому я брала с собой глюкометр. На глюкометре можно сразу и смотреть время, и можно было поверить сахар. В принципе, то, что я делала, заходила в море, плавала, потом возвращалась, мерила сахар, и опять шла плавать. В общем-то, если мерять каждые 30 минут или полчаса, то, в принципе, всё-таки будет нормально. Также я делала перекусы, на них не колола инсулин, потому что плавание очень энергозатратный процесс. Также я не пользовалась временной базальным, потому что нет смысла выключать базальный, если будут всё-таки какие-то перекусы. Я ещё сделала немножко меньше базу, чем у меня было обычно для того, чтобы не так сильно падал сахар, когда я буду плавать, и также я очень много кушала на завтрак. И, в принципе, завтрак красиво проходил, потому что я очень много плавала. И, в принципе, все мои секреты. Также я с собой брала на пляж ручку. Шприц-ручку можно брать не целую, можно брать даже один маленький шприц. Допустим, там единиц 10 будет, что полоски, прокалыватель в ланце. Конфетный, что ещё из такого, какой-нибудь перекус, конфеты и воду. И мне этого, в принципе, было достаточно. Если же говорить про предыдущие разы, то я была на помпе, которая называется Metronik 670, и с ней и с этой помпой мне было проще в плане того, что сенсор мне, как казалось раньше, выдерживает воду. Но хочу сказать о том, что Dexcom, в принципе, тоже выдерживает воду. Если его только установить на ранних сроках, он, в принципе, не так шумит, как уже позже потом с водой. Раньше у меня, кстати, были проблемы с душем на Dexcom G6, и сейчас я постоянно в воде, и этого просто нет. Я не знаю, почему так, почему у меня дома. Он постоянно не хочет работать, а здесь он работает так, как нужно. Ещё я покажу вам самое ценное, то, что может быть, это ревизия моего холодильника. То есть я ещё была очень готова к тому, что ничего не будет держаться на море, всё будет отклеиваться. И я взяла такой инсулин, он называется Humulin 30 на 70, то есть 30% идёт короткий, не ультракороткий, а обычный короткий. И 70% идёт НПХ. Он очень классный, допустим, можно обойтись одним уколом вместо двух, если утром колоть базу и идти сразу завтракать. Очень удобно, но я его ещё не протестила. Пока что... Ну, ещё две шприц-ручки, я много не беру, потому что если испортится, то испортят за все. Ну, в принципе, мне столько много инсулина не нужно. Дальше показываю. Такая шоколадочка-дупло. Вот, ну, она прикольная, тут орешки внутри ещё есть. Салат. Салат стоит 99 центов, я его уже ем 3 дня, никак не могу доесть. Он очень сухой. Если будете брать салаты, то рассчитывайте на то, что надо брать дополнительно какие-нибудь, не знаю, йогурты, что-нибудь, в принципе, чтобы его можно было хотя бы съесть. Очень вкусный сыр. Он тоже очень дешёвый, что-то 89 центов, но он обалденно вкусный. Он очень похож на моцареллу, но он квадратненький такой. Так же, как же без фока-колы Зеру. Она типа идёт без кофеина. На вкус, по-моему, такая же самая. Ну, мы потом чуть затестим. Дальше. Тут картофель с рёбрышками. Я это всё купила в Лидле. В Лидле были прям готовые товары, стояли на полочке, только-только приготовленные. Вот, это всегда есть у нас. Так же морковь. Его тоже классно разбавлять с йогуртом, кушать обалденно. Ещё какие-то сосиски я нашла, но я думаю, это мне будет в дорогу, потому что я их никак не мог съесть. Так же моцарелла. Ещё я купила йогурт, но я не посмотрела углеводы, и здесь оказалось 16 грамм углеводов, то есть он сладкий. Я, в принципе, не переношу сладкий йогурт, и мне не нравится на вкус, но так, в принципе, если пригореть, намазаться, то отлично. Но придётся его всё-таки немножко есть, потому что жалко выкидывать еду. Ещё я купила, хочу вам похвастаться, такая штучка типа панкейки. Но они необычные, они протеиновые, и тут ещё идут 28 грамм углеводов на 100 грамм. Тут 160 грамм, и, как бы, представьте, ну, типа, получается где-то 80 грамм, это два штучки. Вот, ну, в принципе, мало углеводов. Где-то около 20 будет, да. Прикольно. Вот так. А, ещё, кстати, вафли купила. Вы не поверите, я их нашла. Такие, как у нас в Украине есть. Обалденные, просто обалденные вафли. Самое главное, что они тут без сахара, и тут очень мало углеводов. Вот, тут идут полиолы. 40. Получается 22 грамма углеводов в 100 граммах вафли. То есть можно так, просто щёлкать. Ещё из того, что я купила, это манго. Манго здесь в Ридле по евро и 30 центов. То есть довольно-таки дёшево, но они огромные. То есть этот один из маленьких я взяла, потому что я думала, что он полежит. Я его, например, могу взять с собой поехать, чтобы он доехал за два дня. Также большую упаковку тука. Когда я его покупала, я думала, что это будут обычные такие, знаете, лёгенькие печеньки, как у нас продаются. А это крекеры, они толстенькие такие, не такие воздушные. Но тоже прикольные, с помидоркой. И чипсы с помидоркой. Моя страсть в Италии. Ещё, кстати, я купила такую фанту. Она без сахара. Но здесь идёт 2 грамма углеводов на 100 грамм. Ну, прикольно, чего просто попробовать. Она типа идёт с соком. Так, мой лук. Я собираюсь в магазин. Всё. Пока. В супермаркетах нельзя было снимать и нельзя также приходить с рюкзаком, поэтому я немножко втихаря снимала. Дешёвые цены на молочные продукты. Можете остановить видео, посмотреть поближе цены. Всё в евро. Есть также готовая еда. Всё. Можно было кушать без ресторанов. Такая продуктовая корзина. Мне этого хватит на долг. Вот такие домики. Я так понимаю, что это отельчики. Это домики. Наверное, домики. Так, сейчас посмотрим, как выглядят эти панцеротти. Как какие-то жареные вареники и хамбургер. Продолжение следует...